Я играла и наслаждалась. Самый отвратительный эксперимент. То есть мозг вообще полностью отключился. Что будет, если сыграть одно произведение сто раз без останова? Рик, мы вообще перерывов не делаем. Это плохо скажется. Я сегодня проведу эксперимент и посмотрю, что со мной будет, если я сто раз буду играть по Сокалью Генделя. Желаю веселой вечеринки. Посмотрим, буду ли я себя чувствовать приподнята в эйфории или протяну ласты. Почему я решила проверить? Я часто слышу такие слова. Ой, у меня не получается, у меня нет способностей. Так вот, действительно ли нет способностей или нет усидчивости? Если сыграть одно и то же сто раз, будет ли лучше получаться или наоборот хуже? И на какой раз будет получаться? Короче, сейчас все проверю. Я играла и делала маленькие себе пометки для того, чтобы не запутаться и чтобы было ровно сто раз. Вначале было все прекрасно. Были, конечно же, ошибки, но с каждым разом получалось все лучше и лучше. Дальше уже на пятнадцатый раз у меня началось сопротивление. Ну, прям уже вообще захотелось закончить и подумать, блин, что тут делать? Представляете, как моим соседям сейчас? Сто раз! Вот прям очень было сложно. Но я все равно играла дальше. Как только я преодолела этот порог, на двадцать первый раз где-то я словила своего рода медитацию. То есть я прям расслабилась, начала прям играть в удовольствие. И в такой медитации я проиграла до пятьдесят пятого раза. А вот после пятьдесят пятого начался спад. И все получалось хуже и хуже. Я начала делать какие-то странные ошибки не в тех местах. Меня все начало раздражать. Ну, уже я ненавидела это произведение. Фух! Кошмар! Кошмар! Кажется, это самый отвратительный эксперимент, который только был в моей жизни. Все бы ничего, но мне жутко начала болеть спина. Ужасно, просто невозможно. Шел уже второй час, когда я играла, и я начала еще засыпать. Я уже просто ненавидела эту пасакалью, эту музыку. Кажется, она будет мне сниться в страшных снах. С восьмидесятого раза начинаю ошибаться буквально в каждой строчке. Как будто бы прямо назло. Моя нервная система такая говорит, Валя, тебе надо закончить, прекрати. Вызовем скорую помощь? Да, не помешало. Я ненавижу эту песню. Просто я готова отдать все деньги, только чтобы не продолжать это делать. Блин, забыла текст. А! И возникли какие-то такие рандомные ошибки. То есть, наверное, у меня уже фокус пропал. То есть, я уже начинаю ошибаться в тех местах, где я до этого раньше не ошибалась. Наверное, без ненависти. Блин, ошиблась. Так, ладно, надо научиться говорить и играть одновременно. Только что закончила. Я думаю, вы видите, да? По степени моего здорового. Блин, уже язык забыл. Я не могу уже говорить нормально, потому что у меня вообще все мысли просто в голове перемешались. Короче, вы поняли, да? Что я хотела сказать. Ну что, резюмируем. Значит так. От начала до конца, как вообще я себя ощущала, до 15-го раза у меня было какое-то сопротивление, так сказать, вот это вот внутреннее. После 15-го раза, где-то на 20-й раз, я уже почувствовала какую-то эйфорию, медитацию. Я поняла, что все, я никуда не денусь. Нужно просто сидеть и ловить кайф в моменте. И вот до 55-ти раз я играла хорошо. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, что нельзя было останавливаться и, так сказать, проработать сложное место. Вот это вот мне не нравится, потому что я люблю остановиться, поиграть одно и то же место, чтобы потом уже нормально все было. А так как друг за дружкой все шло, короче, было очень неудобно. Ну и плюс я уже ненавижу эту песню. Я ее просто терпеть не могу. Она просто, я не знаю, если я ее услышу еще где-то. Что я вам скажу? Сто раз играть — это неплохо, потому что, что я вам скажу? Последние разы, вот даже, наверное, там 90-100, я играла уже механически. Вот, то есть мышечная память настолько укрепилась, что я вообще думала, что я пожару сегодня на обед — картошку или там, или котлеты. У нас сейчас обед — котлетки с пюрешкой. То есть мозг вообще полностью отключился, и я просто механически играла. Я даже не смотрела на клавиатуру. Да, потом было раздражение. Потом это вот все нахлыло. Но если у вас не получается какое-то произведение, сыграйте его сто раз. И если потом вы скажете, что у вас не получилось, ну тогда... Да, я не знаю, что делать. Но пока вы сто раз произведение не сыграли, даже не говорите, что вы тупой и, типа, у вас не получается. Просто нужно сто раз сыграть. И я вас уверяю на 100%, что как только вы сто раз сыграете произведение, вы сможете его левой пяткой играть. Настолько вы хорошо его выучите. Я сейчас схожу поакушаю, проведу уроки и, может быть, вечером попробую повторить эксперимент, но возьму какое-нибудь другое произведение, посмотреть, есть ли закономерность в том, что вот именно до 20-го раза ты играешь сопротивлением, потом после 20-го раза будет такая медитация и после 55-го раза будет нервозность. Короче, позже проведу еще раз, запишу для вас. Я взяла новое произведение, чуть-чуть покороче, «Бэла Чао» и повторяю эксперимент. Я начинаю играть и до примерно 40-го раза мне все идет сложно. И уже идет несовпадение с предыдущим экспериментом. Ладно, смотрим, что будет дальше. А вот после 40-го раза я почувствовала легкость и у меня прямо пошло. Я прям ощутила прилив энергии и на этой энергии доиграла до конца. В итоге я никакого такого раздражения и злости не почувствовала, даже играя 99-й раз и 100-й раз. Так, ну что, я только что закончила играть «Бэла Чао», «Бэла Чао», «Бэла Чао», «Бэла Чао». Да, вот все отмечала, сразу же бывало такое, что я 5 раз играю и вот сразу же 5 раз отмечаю, чтобы каждый раз не дергать. Я вам скажу, что я даже не словила вот этого вот нервяка, да, вот посмотрите, на мою студию, который был у меня в самом начале. Потому что, в принципе, я играла и наслаждалась. И мне все нравилось, поэтому я себя прекрасно чувствую и иду домой жарить курочку. Пара-пара-пара. Короче, дорогие мои, я не знаю, что вообще делать, ничего не сошлось. Первый вариант и второй вариант. Вообще никакой состыковки не было. Я не знаю, в чем вообще причина. Я, получается, поиграла первое произведение, записала, потом пошла покушала, провела уроки с учениками, потом отдохнула, потом вернулась, записала второе произведение. И вообще ничего не сошлось. Хотя подождите, знаете, что я сейчас кое-что посчитаю. Скорее всего, эти эмоциональные скачки зависят не от количества раз, а от времени. Первое произведение длилось плюс-минус полторы минуты. И чувство эйфории пришло где-то на 21-м повторе, а это приблизительно 30 минут. Это время включилась моя концентрация, и я смогла полностью погрузиться в произведение. А вот после 51-го раза, а это где-то час-20 минут игры без перерыва, запустилась обратная реакция. И все, что было больше этого времени, получалось только хуже и хуже. А вот второе произведение элементарно было короче. Оно было где-то 40 секунд, поэтому я вложилась в один час и не успела израсходовать свой запас внимания. Вы тоже можете отследить свои занятия и понаблюдать, после какого времени у вас начинает получаться только хуже и хуже. И это будет ваш запас внимания. И планировать свои занятия так, чтобы не доходить до этой точки. Конечно, лучше заниматься правильно, а не играть одно и то же произведение от начала до конца, как я это сделала. Но это было в рамках эксперимента. Кстати, о том, как заниматься правильно, я более подробно буду рассказывать в следующих роликах. Так что подписывайтесь. Ну что, интересный эксперимент. Так что пишите, какой мне эксперимент провести дальше. Вот, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...